Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы. Я в разводе почти 9 лет, дочке 9 лет, с бывшим мужем после 6-6 лет развода сходились на 2 года, потом снова расстались. Как лучше сделать для ребенка, отец не проявляет желания общаться с дочерью, и если я сама предлагаю общение с ней, он иногда ее уберет. Мне вообще предлагают такое общение, его родственники тоже никакого желания не проявляют в общении, если он ее берет к себе, то ее особо никуда и не вводят, она сидит у него дома с его мамой и с ним. У меня новые отношения с мужчиной, но он не общается с моим ребенком по факту, так как поздно приходит домой и рано уходит, хотя живем мы на моей территории. с ребенком, я ходил к психологу, там сказали, что ребенок не испытывает негативные эмоции, что тот нередко общается и не комплексует по этому поводу. Я понимал, что общение совсем должно быть, но по факту оно навязано мной, думаю, так не должно быть. Собственно, основная проблема здесь, что вы не доверяете себе. Это проявляется в общем и целом не только в отношении ребенка, вообще говоря. это проявляется и в отношении ваших текущих отношений. То есть это проявляется в том, как вы выстраиваете отношения сейчас с мужчиной. То есть вас, грубо говоря, что-то не устраивает. Вам, грубо говоря, что-то не нравится. И вы это терпите. Ну, например, вот то, что ваш партнер, например, уходит рано, приходит поздно, вас это не устраивает. Ну, а как бы, что вы с этим делаете. Ну, вот в данном случае, судя по всему, ничего. Вот поэтому работать нужно в первую очередь надо поверять в себе, как мне кажется. Вот, то есть, ну, развивать, развивать вот это умение себе доверять. Сейчас у вас этого нет. Сейчас вы себе не доверяете. И, собственно, отсыли все проблемы. Да, хочу вам сказать, что вы задавали уже свой вопрос, похоже, не вспомню, к сожалению, была ли там история про рыбилку. По-моему, была, только вы не писали, что ходили к детскому психологу. Вот. Мне показалось, что, ну, тогда это вы не описывали. Вот. Ну, а так, в принципе, в целом, ситуация, она, ну, то есть ваш вопрос, да, он не отличается в этом смысле. Предыдущего. И, поскольку дублировать вопросы запрещено правилами за это, то хочу вам сказать. Все от того, что вы будете задавать одни из этих вопросов, ваша проблематика не изменится. Понимаете? Ваша проблематика останется, потому что чтением советов подобные вопросы не решит только психотерапия. Потому что развод для вас является психотравмой. Развод – это травма. Серьезная. Серьезная травма. Понимаете? Ее нужно прожить. Отношения с мужчиной вы выстраиваете из травмы сейчас. Просто потому, что вот так. Просто потому, что, ну, вот, как бы, на вас это влияет. Человека, видимо, вы боитесь потерять, раз так себя ведете. Ну, и посмотрите, посмотрите, пожалуйста, куда по итогу вас это может привести. На мой взгляд, на данный, по крайней мере, момент вас это делает крайне несчастным. И вопрос заключается в том, хотите ли вы что-то менять? То есть, хотите ли вы что-бы было по-другому? Я имею в виду именно ваши жизни. Хотите ли вы что-бы было иначе? Если хотите, это можно исправить, это можно сделать, это можно реализовать. Вот. Для этого нужна психотерапия, для этого нужно работать с психологом. Понимаете? А если вы будете просто задавать вопросы, похожие друг на друга, то ситуация не изменится. Вот. На мой взгляд, как мне это видится, вы чувствуете как будто бы вину перед дочерью. Вы чувствуете вину перед дочерью. И это мотивирует вас на то, чтобы стараться организовать, ее общение с отцом. Вы говорите, что общение с отцом должно быть. Ну, простите. Общение с отцом может быть и должно быть. Но давайте честно скажем следующее. Что это за общение с отцом? Что есть общение с отцом? Ну, буквально, что из себя это представляет? Что оно из себя представляет? Общение с отцом – это не просто общение с биологическим отцом. Общение с отцом – это взаимодействие ребенка с фигурой отца. Понимаете? Еще раз. Фигурой. Это не обязательно должен быть фактический отец. Совсем не обязательно. А вы оказались привязаны именно что к родственности человека. Понимаете, в чем штука? И это как раз вам очень сильно мешает. Именно это. Понимаете? Вот. А мужчина ваш, с которым вы в отношениях сейчас находитесь, он да, он особенно не делает ничего. Ну, не знаю, не хочет это делать. Ну, я имею в виду, в отношениях с вами. Он особенно ничего не делает. Ну, не знаю, не хочет это делать. У него, опять же, не знаю, нет мотивации делать. То есть, ну, вот как-то вот вы его, условно говоря, не мотивируете. То есть, ну, есть, вот есть какие-то, скажем так, сложности. Так, вам, соответственно, нужно корректировать как раз это, вам как раз эти моменты нужно корректировать. На мой, по крайней мере, взгляд. А вы думаете о том, быть или не быть, общению вашего ребенка с его биологическим отцом? При том, что другой мужчина, с которым, условно говоря, ребенок фактически живет, общения нет. Понимаете? И вас это, по-видимому, не приводит? Ну, вы поймите правильно, да, я не хочу вас обвинять. Ни в коем случае. У меня не было цели обвинять вас. Ну, просто я говорю как-то вот о приоритетах, что ли. Ведь в любом случае состояние ребенка зависит от вас, от вашего состояния, от вашего спокойствия. Если вы не спокойны и не удовлетворены, то простите, а как ребенок тогда будет? Общается он с отцом, не общается он с отцом? Ничего, ничего не изменит того, что ему некомфортно. Даже если он будет общаться с отцом, а вам при этом будет некомфортно, то и ребенку будет некомфортно. Все равно. Понимаете, какая штука? Вот. Такой ответ я мог бы вам сейчас дать. Надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу и сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Удачи вам. Всего самого доброго. Суппор Fred. Продолжение следует...